Сегодня, иншаллах, у нас с вами первый урок из курса лекций по Ривае Уаршаннафе, как уже анонсировали, иншалла, те сестры, кто записался или, возможно, еще захочет записаться после сегодняшнего урока, могут пройти по ссылке и это сделать, для этого нужно пройти регистрацию. Те сестры, кто уже сегодня присутствуют, будут в Zoom, тоже есть и уже записались. Это подразумевает, что вам будут эти уроки, которые, на которых вы сейчас присутствуете, в доступе также на сайте, и после каждого урока будет какое-то задание, такого более связанного с правилами, с тем, что мы будем брать, но не подразумевает практику как чтение. Кто хочет практику чтения, есть урок отдельно, туда можно записаться отдельно. Вот, иншалла, как я говорила, ну, то есть я думала, какой формат сделать, да, по-разному, у меня были разные идеи, и так, и так. Ну, хотелось бы вот так, чтобы было вроде бы и примерно явный, да, то есть такой интересный видео какой-то формат, да, и так как, как я лично не практикую, или очень редко, да, со своими там только студентами видео форматом, поэтому вот решила такой совместить аудио и видео уже формат, который мы будем использовать. Я не буду прям так подробно все переводить, буду брать самое главное, да, какие-то вот чтения, чтобы вы увидели примеры. И сестры, которые, сестры, которые у нас в зуме, да, они могут писать, задавать вопросы по ходу в чате. Секундочку, да. Задавать вопросы, ну, буду следить, возможно, вот в чате кто в прямом эфире, ну, в прямом эфире будет только в течение суток, да, сохраняться. Тоже на сайте, тот сможет это смотреть уже, то есть на протяжении семестра, да, поэтому имейте это в виду. Вот, сейчас, секунду, я подключусь еще сюда. Вот. Хорошо. Итак, мы начнем, иншаллах, наш курс. Еще впереди, ну, как бы, самое первое, что хотела сказать, да, касательно моего знания, да, то есть я муджазе бель граат эль ашер сухра, сейчас претендент на граат эль кубра, да, то есть, ну, еще пока у меня никаких джазу нету, но в процессе, иншаллах. Вот. И отдельно ревая варш, также я отдельно брала и джаза по нему, да, то есть все вместе вот отдельно по этому ревая. Как на такую большую аудиторию этот именно курс, поэтому ревая, так как оно не так распространено, в принципе, тем более на русском языке, поэтому это я впервые этот именно курс провожу, поэтому, иншаллах, если будут какие-то, ну, недочеты, ну, вы уж простите, так как впервые, иншаллах, так как моя стаза, она, ну, наоборот, говорит уже давай побыстрее, почему ты какие-то друг вот эти курсы по граатам не даешь, я все так откладывала, но вот решилась все-таки, иншаллах, и сегодня вот мы приступаем. Да, всем баракаллаху фейкум за дуа, вот, иншаллах, приступим. Я буду ставить здесь запись в таком быстром режиме, да, чтобы мы на нее как бы не акцентировались, а просто как, ну, самые основные идеи, иншаллах, я буду брать, если… Вот. Да. Аминь. Так, секундочку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Так же можно участвовать, присылая, допустим, на WhatsApp или другие какие-то средства связи свой отрывок того, что вы хотите почитать, и они уже в прямом эфире как бы слушают и комментируют. Да, и это даже легче в том плане, что можно записать какой-то отрывок, не который будут они читать именно здесь в этой программе, а любой, который вы читаете хорошо, и лучшие записи, из которых вы пытались записать, присылать, и уже он скажет свои комментарии по этому поводу. Да, то есть, Распис говорит, почему название Макра-Аль-Имам, да, то есть Макра-А это как способ чтения, то есть такой, как бы, путь согласно вот этого чтения, да, какой-то способ конкретный этого имама. То есть имеется в виду чтение имама-нафи. Да, и чтобы легче было слушателю воспринимать, да, такое название обычно используют для таких, там, курсов или программ, да, Макра-Аль, поэтому мы так решили назвать им. Да, то есть как бы ни назвали, главное, да, что мы изучаем здесь Кур'ан, и, иншаллах, Аллах упримет этот аильм. Да, и в этой программе, иншаллах, он начнет читать с чтения, ну, начнет читать, вернее, с последних коротких сур из Кур'ана, и начнет с суры Аль-Каферун и до суры Аль-Нас, и сейчас будет читать, иншаллах. И потом будет также брать, ну, суры из 30-го джуза, да, и после того, как закончит их, уже... И потом он, как бы, спросит у зрителей, да, что дальше брать. Сначала Корана начать или джуз дабарак, ну, как бы, 29-й. Сейчас я включу уже обычное его чтение, да, сейчас будет читать Коран, чтобы послушать. Сейчас он говорит, будут на экране аяты из мусхафа, и согласно этому риуайату будут также голосовки. Хотела, ну, обратить, или, вернее, хотела, чтобы вы обратили внимание на этот мусхаф, который будет, и потом, если что, задали вопросы по этому поводу после того, как он почитает. Обратите внимание сначала, потом это обсудим, иншаллах. Да, и он потом прокомментирует те различия, возможно, в знаках, в огласовках, которые вы увидите. В этом мусхафе по риуайату Ворш, أو мусхаф по риуайату Хафас, حتى يستفيد من يشاهدنا, من الإخوة والأخوات, الذين يقرؤون по риуайату Хафас, на Ассад. Наста'е, и в。 Субтитры создавал DimaTorzok 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 это в каком месте а да ну там чуть-чуть другой про хорошо да то есть вместо вау хамзе хамзе вернее лям твердо было разные голосовки на каль маша-аллах уже заметили то есть вернее не твердость заметили различие то есть вот интересно на самом деле ну если брать ахкям то есть у арша есть много ахкям уникальных то есть уникальный в том плане что они не не дублируются кого-то из других чтецов у них вот допустим только варш и нет других вариантов то есть хавз он такой более как бы сказать универсальный в этом плане то есть много ахкям которые у хавза встречается и в других то есть они такие как бы основа в принципе для многих или такие часто в других кратах также есть то что есть у хавза у арша ну не все прям уникальные правила но есть как бы отдельные правила которые которые бывают только у него хорошо да ну фаршет нет да ну можно просто упомянуть есть такие моменты как раз подсказали мне и думаю это сказать он просто про это не говорится в этой лекции то есть есть такое понятие как усуль да то есть основа какого-то там карата или в данном случае да то есть основа это как правило те правила которые учите например там мэд какой где и так далее а есть такое понятие как фарш или фаршет множественном числе это то когда есть отличие например в огласовках да то есть не просто правило а отличие и там у нас были в этих вот сурах он сейчас будет говорить возможно укажет и вы поймете из когда вот он читал сура масса да там хаммаляту то есть не хаммалята хаммалятул хабабы то есть это один из вот фарш да то есть такие особенности различия в огласовках например то есть вот эти различия в огласовках это то когда например заучивать там на что нужно обратить внимание например различия да то есть когда читаешь там разными каратами правила это правило да то есть когда вы учите общие правила когда какой мать читается то есть это не особенность какого-то допустим слова в каком-то аяте а просто общее правило хорошо продолжим иншаллах а в сад ка расуле калием салла али вассалям азии ассуар альксар сурати кафирон и ля сурати аннас сур а ясиро яхтажу и лейха кулу мусиле куран ухтажу и лейха кулу кабир в кулу сагир а то есть он говорит о том что это мои вот эти короткие суры которые в принципе мне мы в них часто нуждаемся и большие и маленькие взносы взрослые и и маленькие до мусульмане часто да потому что мы используем их очень часто в молитве например да также там есть мауазят да то есть какие-то аскяр которые вот эти суры часто встречаются поэтому они такие как можно сказать одни из первых сур которые обычно учат да то есть вот последние эти суры даже последние страницы там сурат аль-фатиха это вот прям ну как бы каждый мусульманин должен знать потому что во первых они и легкие понятно сурат аль-бахкара сколько страниц и вот они маленькие и у них есть да там далили на то что на важность их значения да достоинства их вот и поэтому ну это нужно не забывать Обычно мусульмане прямо с самого детства дети учат эти суры и как бы из достоинства, из такого большого положения этих сур решил он с них и начать Эти суры на самом деле мы знаем, что они короткие, то есть мы видим там каждые по три строчки и в них заложено очень много значений, очень много мудрости но данный курс, то есть это не курс тавсира, а курс как бы усули, ну связанный таджиит можно сказать да, соответственно это не связано со значениями, а связано со словами, с произношением с правильным произношением и с чтением конкретным, да, поэтому в данном курсе на значение ну не будет уделяться этому внимание, это уже в другом курсе то есть как произносится, как мы произносим, как читаем, а не значение их то есть кайфимиря, то есть повышение Маслева,DO это особенное Andrej al-Kafirun в этом случае, reminds us of this, search for the sala, O Al-Kafirun И возвращаемся, туда, теперь, к первой из суры которую он читал это, сура Al-Kafirun и что там было, опять же он не будет все моменты упоминать но основные, в некоторых сурах прямо открываются то есть кто знает читал и учил правила основные дата иншалла заметил какие там были различия вот Субтитры делал DimaTorzok да то есть здесь это ревайк который мы читаем это ревайк Азрак то есть у нас есть там разный турок и это самый вот этот распространенный он в принципе который упоминается в Аш-Шаатуды это Тарек Азрак и кто слушал заметил что мальт здесь который читается Мунфасэль он читался в 6 харакат и более подробно об этих всех правилах будет далее сказано да плюс в этом же аяте мы видим в этом же аяте видим что ра в отличие от ревайк Азрак было прочитано мягко то есть он прочитал его мягко то есть это опять же особенности варш так читает но это не значит что все ра это есть правило определенное про это будет дальше сказано да просто вот на это обратите внимание так как вы заметили он тянет мунфасэль там мутасэль в принципе все почти ну основные там такие мадды у него шесть харакат по варшу и этими отличается от других например там риуаят или кыраат тем что для того чтобы его читать нужно вот тренировать дыхание больше да потому что нужно потянуть много маддов в данной суре тем более мы видим в каждом аяте есть один мадд а то и два вот и очень важно что эта длина она может ну как бы от человека к человеку или даже от места к месту не соблюдаться нужно учитывать то что если у нас здесь мекудар то есть длина этого мадда шесть харакат да значит она везде должна тянуться шесть харакат не значит что надо прыгать от одного к другому нужно соблюдать эту длину одинаково во всех соответствующих правила да то есть где у вас есть шесть харакат значит они должны одинаковой длины ну условно там шесть равно шесть да то есть везде должно быть одинаково они шесть в одном месте такой длины другой другой значит это уже не соответствует то есть не нужно его не перетягивать Не нужно не дотягивать, потому что ни то, ни другое не будет правильно, да, то есть есть определенные, установленные вот шесть ракатов, это как, ну вот шесть, да, на линейке вы отмеряете шесть, то есть если больше, это уже больше шести, если меньше, то меньше, соответственно, это никак не нужно это учитывать и очень внимательно. Да, то есть у буквы есть мизан, как бы, вес, да, нельзя не перетянуть его, не, как бы, не до, как бы, забрать с него, да, вес, да, у весу у него есть, как бы, две чаши. Если вы на одну, как бы, нажали, да, то вторая, как, ну, перевесит или наоборот, да, то есть они не будут тогда, вот, в равновесии. То есть если я спрошу какой-то, ну, что-то там взвесит, да, то есть мне нужно, чтоб и не меня, несправедливо, да, обвесили и, в то же время, торговец, который мне это взвесивает, чтоб он не, ну, не, несправедливо к себе относился. Быстро говорят, быстро, потому что я специально быстро поставила, чтоб быстрее слушать. Он это в два, почти в два раза и быстрее поставила, чем он на самом деле, поэтому не, ну, как бы, это, чтоб мы долго не слушали. И как бы он повторял то же. Да, но он говорит вот как раз этот аят, да, то есть и как пример. Ну, здесь получается, как бы, такая, ну, такой пример вышел, да, то есть в этом аяте, да, то есть скажи, о, вы неверный, да, и он как бы говорит, вот как раз здесь остановился, говорит, ну, это не к вам, как бы, относятся зрители, а как раз вот здесь можно указать на то, что есть такой момент, на который нужно обратить внимание. Вот как в остановках, да, то есть получается, что, что значение может, или остановка, она может влиять на значение. И начинание тоже, потому что иногда вы можете начать с какого-то места, которое изменяет, по сути, значение или смысл этих аятов. Поэтому очень внимательно, да, начинание, остановка. Конечно, здесь очень важно знать, понимать, что вы читаете. Для этого вот и нужно, да, изучать арабский язык. Буквально сегодня вот у меня спрашивали, да, вот там, ну, вот Ахукам, вот арабский, ну, про это много говорят, да, про то, что Ахукам, ну, если читать Куран, например, понимать Куран, то есть даже остановки, не понимая, что ты читаешь, ну, как бы непреднамеренно можно остановиться на каком-то значении, да, ну, которое, соответственно, ну, будет вообще противоположным значением, или начать значение какого-то, которое изменит смысл. И это, ну, очень на самом деле важно, да, то есть для этого и нужно понимать и знать арабский язык. Опять он говорит про мать, что ни боли, ни меньше, точно, делайте как нужно. Да, и в этом, в этой суре очень много мандар, как я уже вам тоже это скажу. То есть это хорошая даже вот такая тренировка дыхания, да, чтобы было большое дыхание. Сура маленькая, при этом маленькие аяты, но достаточно много мандар, поэтому можно ее, как бы, читать, тренироваться, вот, дыхание. Да, то есть если вам нужно, как бы, правильно натренировать и сделать вот такой, ну, длину одного мадда, и под него, да, вот шесть хоракат, если вы тренировали, утвердили, ага, это у вас шесть хоракат, соответствует вашей скорости, вашему чтению, и соответствующие такие же мадды, если это шесть хоракат, должны соответствовать вот первоначально, допустим, первому, который вы прочитали. То есть есть такое понятие, да, как то, что каждый, ну, как бы, пример должен соответствовать такому же примеру, да, они должны, как бы, быть, как близнецы, по сути, да, если, ну, даже не близнецы, а должны, как будто, копия, вот, точная копия, да, такого же, поэтому, потому что близнецы там могут еще различаться иногда, а вот точная копия, да, то есть если шесть хоракат здесь, например, мунфасы, если такое правило, значит, в другом месте, где бы вы не читали, оно тоже должно быть такой же длины и соответствовать точно такому же прочтению. Причем, ну, как бы, добавка еще здесь, что, ну, что это может быть какие-то вариации даже иметься, да, например, мед арит ли сукон, ну, это он не говорит, я вам просто добавляю, мед арит ли сукон, например, мы можем там два, четыре, шесть прочитать, да, и если мы выбрали какой-то мегдар определенный, допустим, шесть, хотя в основе есть вариации, но мы уже ему следуем на протяжении всего чтения, ну, маджлиста, да, то есть в котором мы читаем, не знаю, что все жизни, а вот все ли читаете в этом чтении, ага, вы читаете в такую длину, выбираете, вот, а не так в одном аяте, или даже один аят долгий читаете, останавливаетесь в одном месте там два хораката, в другом четыре, в третьем шесть, потом опять четыре, нет, то есть это правило должно соответствовать везде одной длине. Здесь ра муракбаба, то есть мягкая, алькаферун, в этом аяте. Здесь внимательно, что есть несколько раз повторяется айн в этой суре, да, и тоже внимательно соблюдайте правила прочтения этого буха. То есть не нужно сильно, ну, как бы, чрезмерствовать в ее произношении. И чтобы это был, была хорф айн, которая выходит из правильного махраджа, из ее махраджа. Махраджу, альян, ааа, мин в сети алхалк. Да, его махрадж, это середина горла. Альян, альян, мин в сети алхалк. Да, то есть не нужно делать легкой, что ее вообще никак, она не понятна. Абуду, это не лисадь, айн. Да, то есть это на айн не похож. Не делаем более глубокую, чем она. Махраджу, и в сети алхалк. Да, чтобы у нее не было, как такой хрип как у буквы Х. В одном случае это через минус, в другом случае это пренебрежание, так когда там вообще далеко от Махараджа. В одном случае это махараджа, которые говорят в жизни, это махараджа. То есть «зин الحرف» то есть его взвешивание буквы. То есть он как бы использует вот это вот понятие «возн» как «вес» буквы, да, то есть его взвесь. Да, то есть не делай так, чтобы оно выходило за границы его веса. И вес буквы, ну «зикр» — это как имя Кур'ана, да, то есть вес буквы из Кур'ана — это лучшее из, как это, послушание, да, то есть «бир» как послушание Аллаху Субтитрум. Да, то есть видите, как он, говоря об этом, как он выразил это в этой «косыде», да, то есть важность вот этих «вес» этих букв. Да, то есть оно еще точнее, чем даже вес золота. Здесь очень важно сейчас, иншалла, это его слова, потом отдельно еще скажу. То есть здесь он правило как бы объяснит, то есть тоже различие, которое есть между Хавс и Уарш, да. То есть сейчас мы переходим от одной «суры» к другой «суры». То есть у нас одна «сура» и вторая «сура», то есть между ними, да, то есть начинается следующая «сура», мы видим с «басмана». И у Хавса там был, ну, один вариант, в принципе, его все знают, кто изучал таджвит, да, это уже как бы одна из первых тем, которые мы обычно изучаем. Что там у нас есть, а ну, давайте, хочу узнать вашу активность. Активность пишем в чате, когда мы заканчиваем одну «суру», начинаем другую, то что у нас есть по Хавсу. И сейчас уже посмотрим, Ларш, что. Да, у нас «басмаля» и вариация «катаджаме», да, то есть разделяем конец «суры», как, в принципе, он здесь читал. Потом «басмалю» читаем, да, это обычный, как бы так чаще мы видим. И начинается следующее, потом первая «я», «уаслюджаме», да, то есть когда мы все соединяем. И что еще у нас? Сестры, спим. Я одна, можно заканчивать урок. Значит, заканчиваем «суру» и потом «басмаля» соединяем с первым аятом. То есть это третий вариант. Допустимый, да, четвертый, возможный, он недопустим. То есть или мы соединяем последний аят, в данном случае, да, идет, вот, шестой аят. То есть «басмаля» и с первым аятом не останавливаясь, дотсюда аж. Или мы останавливаемся здесь, потом «басмаля» и первый аят вместе читаем не останавливаясь. Или все, прочитали-остановились, прочитали-остановились, прочитали-остановились. Да, такой самый распространенный вариант. Да, ну, да, вариант «соединить», «конец суры», «басмаля» здесь остановиться недопустимо, да. То есть мы или соединяем все, или останавливаемся в этом варианте. Хорошо, теперь слушаем. Здесь есть вот особенность, которая… Да, и главный здесь момент, что у нас, ну, как бы, основа по «хавсу», что у нас идет «басмаля» в начале каждой суры, кроме суры «тауба», да, «тауба». Да, то есть он этот вариант с «басмаля» здесь при чтении выбрал, да, как бы, так как «басмаля»… Да, и этот правильный «воджих», то есть «воджих» — это как вариация чтения, да, будет часто здесь употребляться, и я буду, в принципе, его так и использовать, потому что его, как бы, легче. «Воджих» — то есть одна из вариаций чтения, да, как вариант, который возможен в прочтении. Так. Теперь второй вариант. Сейчас он его прочитает, иншаллах. Это «паваршу», да, который второй, как бы, глобальный вариант, потому что там вот в первом, мы сказали, есть три вариации соединения с «басмаля». Теперь второй вариант. Это «васм» называется «бидун басмаля», без «басмаля». То есть читается последний аят и сразу первый аят. «Басмаля» нет. Я говорю, как это. это сакт между сурами и тоже это бидун басмана или биля басмана, то есть сакт как маленькая пауза, то есть вы приостанавливаетесь в конце аята последнего не набирая дыхания то есть как бы начинаете сразу первый аят это третий вариант то есть не делаем как бы ни вдох, ни выдох между этими окончанием суры и начинанием первым аятом следующий сур да, и себе вот можете пометить как раз я вам покажу по поводу истиазов ничего не сказал но я вам сразу скажу, что правила истиазы они никак не отличаются с хавс то есть все, что вы учились по правилам хавс, то же самое и ваше теперь то, что вот себе пометьте значит у нас есть хокм соединение то есть это у нас есть сакт у нас есть аль-басмеля который он читал изначально и аль-осль сакт и осль без бедун-басмеля бедун-басмеля тут есть басмеля хорошо? здесь мы знаем, что есть три допустимых вариации да, здесь получается ну, по одному варианту как бы или соединяем или делаем сакт так этот момент если у кого-то есть вопросы здесь можете задать да, только без басмеля сакт именно без басмеля то есть у нас и этот, кстати, по-моему, часто упоминает это основа это основа это является ваджиг мукаддам да, то есть предпочтительный ваджиг у у варша вот так сестры, кто тут я сохраню эфир да, но он только будет у вас в течение суток кто хочет иметь запись в более хорошем доступе записывается по ссылочке в шапке профиля вот и может тогда в зуме быть на уроке и прослушивать и делать домашний садан какой предпочтительный сейчас сакт что он говорит а он это не сказал или сказал я пропустил ну это не говорит но я вам сказала да, то здесь по-моему да хорошо идем дальше здесь он обращает внимание это как бы по-тежвиду да, на то чтобы правильно произнести если вы останавливаетесь да в этом третьем аяте да, посередине то получается соединиться две буквы с суконом ра и га вот и соответственно так как эти две буквы с суконом нужно и две произнести часто бывает так что вторую вот эту букву при остановке букву га вообще не произносят да, то есть она как будто седается саакен его ра и саакен его ра маза ефал лазм это саакен ехать хак и он это саакен ехать хак можно чтобы и первый и второй да, взяли свой хак Если оно произносится, то оно как бы обычно есть. Но если с Ра, бывает так, что оно уходит, как бы отпрыгивает быстро, надо дать и Ра, чтобы произнести, и Га, бывает так, что Га вообще исчезает. Или наоборот, обращать внимание на Ра, и Га вообще исчезает, как будто и нет. Да, здесь он тоже говорит о том, что внимательно можно те способы соединить, как мы говорили уже ранее. И в последующих уже уроках, да, будет читать разными способами, чтобы как бы натренироваться и Осль, и Сахт, и как-то по-другому. Здесь обращаем внимание, что при Осле у нас будет Ихляб, да, потому что Ба первое. Но когда у нас не будет Басмаля, да, то тогда у нас что? Уже этого Ихляба не будет. Уже будет у нас в данном случае Хва, если это Осль, ну или Сахт, правильно остановиться надо. Поэтому Ахкям, внимательно, Ахкям здесь написано на Осль, Осль с Басмалей. Поэтому если вы читаете чуть по-другому, например, без Басмалей, то нужно внимательно, чтобы эти Ахкям, ну как бы, в Осном чтении уже подкорректировать. Он здесь тоже рассказывает такую, ну чуть-чуть, как бы, историю, которая встретилась, опять же, на воков его, ну, то есть он... Один из студентов читал своему шейху. Ну, он говорит, что есть, когда джамаль кираат делаем, то есть такой, когда все кирааты подряд, да, то есть не читается, например, берется, берется... Сейчас, секундочку. Когда берется, например, аят или, там, часть из аят и повторяется, там, даже с захвачиванием того места, в котором есть их телев, различия. И вот он говорит о том, что, ну, как бы, один из студентов читал этот аят своему шейху. Это знает кура, да, так обычно, кто не знает, то ему трудно, может, понять, но, как бы, в общем, чтобы понимать. То есть один, например, читает мунфасыль два храката, другой четыре, третий, шесть. И, как бы, студент, он читает несколько раз аят, как все кираты читают, один так, один так, один так. То есть повторяет много раз, каждый, как читает, да, чтобы не весь Коран, можно весь, но это вот один из таких способов. И здесь, получается, он начал читать и говорит, таббет яда аби, да, аби, получается, как бы, в значении мой отец, да, а аби лягаб, это уже, ну, как бы, абу лягаб, просто в падеже таком. Соответственно, он остановился здесь и вышло, что, как бы, как будто на его отца, проклинание, да, то есть будут прокляты там руки абу лягаба, а он говорит, будет прокляты руки моего отца. То есть так у него вышло, потому что он остановился не там, где нужно. Ну и шейх, типа, говорит, ну, он так сказал, что, как это сказать по-русски, то есть заслужил тот, кто, как бы, родил такого как ты, что так останавливается, да, неправильно. Ты делаешь такую дуа, как бы, на своего отца, да, то есть получается он неправильно остановился, то есть это вот как раз пример той неправильной остановки, которая дает незнание тоже языка. То есть независимо от того, что читает он шейху или как бы у единона сам, да, или кому-то там читает в какой-то группе, да, то есть он должен остановиться правильно. То есть здесь, в этом аяте, во втором аяте, он сказал, агнэ, да, ну, здесь он прочитал, да, с токлилем, потому что у УАР 6 есть токлиль в этом месте, хотя по правилам у него здесь можно и фатх, и токлиль, ну, это связано с другими правилами, он просто этот выбрал, чтобы показать, да. Да, и этот токлиль он связан с бедалом, как бы среднее чтение, то есть четыре хараката. Говорит, кто-то скажет, какой бедаль, мы вообще тут бедаль не читали, ну, это он имеет в виду, что, например, что где-то, вот, если выбираешь такой воджих, который где-то, вот, вы будете читать, если есть бедаль, то тогда вот этот, в этом месте нужно читать токлиль, агнэ. То есть, говорим, агнэ, да, и он говорит, не говорим, агнэ, то есть, еще, как бы, еще больше, да, то есть, есть токлиль, это как имяля сугра, и есть еще просто имяля кубра, да, еще больше, вот, пример. Агнэ, это уже фатха, да, то есть, здесь, в этом случае, тоже так нельзя, почитать. Тоже здесь, ну, тут это правило связано с «даватлья», то есть, который в конце заканчивается на вот этот «я», да, или такой, как алиф максура, может быть, который пишется в форме «я». Тоже здесь, в этом слове, в следующем аяте, «сайя слу», он прочитал, и здесь тоже есть, ну, такая «я». То есть, в этом месте, да, вот «сайя слу», он не прочитал уже «яймалу», да, он говорит, можете, ну, как бы, задуматься, почему там есть, або тут нет, то есть, хотя это в конце одинаковая буква. «Алиф максура» «яймал», она мягкая, да, это мы говорим «бисмиллах», да, то есть, мы говорим «бисмиллах», хотя некоторые говорят, но это неправильно, так не говорят, да, или там «ассаламу алейкум», это неправильно, «ассаламу алейкум», то есть «ямм» мягкая всегда. Но есть некоторые случаи, в данном случае в этом, ну, «пахавсу» там вообще нету, да, кроме «Аллах», или «Аллахумма», где «ямм» твёрдое. А вдруг, ну, в данном случае, вот, у «варша», у него есть правила связанные с «лям» мугаллаза, и вот он… «Ляннаха мафтуха, وقبلها «сад». Если «лям», в данном случае, в этом примере, с «фатха», и перед ней «сад», как вот мы здесь видим, да, то она «варша мугаллаза». Здесь есть «ля», а после «лям», да, ещё есть «алиф», который вот предполагается, что у неё может быть «токлин». А здесь, ну, здесь получается такая как бы противодействие одновременно, и по правилу вроде «лям» должно быть твёрдое, но «алиф», который после неё может быть «каллала», а «токлиль», он как бы такой смягчает, да, буквы, кажется. То есть вместе, можно ли это смешать вместе, это два звука? «алиф» — это как бы продолжение «фатха». Можно ли «фатха» с «лям» сделать твёрдой, и потом её перейти в мягкую? И поэтому у «варша» в этом примере можно прочитать «тавхын», как здесь прочитано было, да, вот. И второй вариант, и он как бы предпочтительный «смягчить лям» и тогда сделать уже «токлин», да, «сайаслэ», то есть уже будет мягко. «сайаслэ», «слиصل» — «сайаслэ» его, сначала начи Aku. contributedionen в беззнач home paso. ЧисCan и нам с другой стороны. 부�ойчивый, tenir формировано «фатха» «ли Liverpool». И Lau lou Герметуро вам здесь прекрасно. Что значит? Скажите, понял, что父. «Эфу», « Kyля구» дома. Эфу «te Id» «quлэ,' «ei» так же хорошо. Да, то есть есть два варианта, как уже сказала И он прочитал бы тавхим И этот вариант он много Он очень лучше Это он говорит про тот случай, когда, в принципе, токлиль идет, как бы, вариация прочтения с токлильным. В данном случае, как он говорил, четыре характера у бадаль. А если в основе бадаль, там, другой, который предполагает только фатх, в таких словах, то, соответственно, в этом слове, и один вариант, в принципе, может быть, только фатх. Фатх имеется в виду, то есть без токлиля, без имани какой-то. Это будет позже еще рассказано. Это, в принципе, основа, ну, как бы, ахкама варш. Про это будем еще дальше говорить, иншаллах. Номер fарш. Мисъя с демен. Кончат. Номер фарш. В нём, большинство демен. Здесь он обращает внимание, что в конце эти суры «Альфалак» везде есть «калкала», да, и читая, нужно на это обратить внимание. Здесь он пропустил, ну, как бы эту суру здесь просто фаршият, он их не упомянул. Да, здесь в отличие от «куфу-эн», да, как у Хафса, читает «куфу-эн», то есть у нас есть «хамзанадвау», поэтому кто записан на практику, это при прочтении, обращайте внимание, да, «куфу-эн-ахад», то есть у нас идет «куфу-эн-ахад», да, то есть мы читаем… А, подождите, здесь тоже есть этот «накл» «куфу-эн-ахад», но мы не пропустим, хорошо, это дальше будем. То есть обращайте внимание, в последней суре, суре «тан-нас», у нас есть везде здесь слово, да, где в каждом аяте, где… «нун-мушад-гада» и эту «куну», чтобы не пропустить, дать ей правильную длину. Вот это быстрое произношение неправильно. То есть это все, что он скажет сейчас. Сейчас принимаю звонки от Мухаммад на связи. Здесь интересный, кстати, момент сейчас будет, обратите внимание, чтобы вы не думали, что по поводу арабского языка вот как раз такой вообще интересный пример я вам включу. Ну… Он говорит ему «повтори», то есть он ему что-то говорит, это, ну, на диалекте магрибийском, да, на марокканском, и он не понимает, про что он вообще сказал. Он говорит «повтори, пожалуйста», да. Я не муруканец. И мне сложно… Вот этот муруканский акцент – Муруканский акцент – Я не муруканец. Диалекты. Не расстраивайтесь сами арабы их не понимают иногда. Видите? Вот он не мароканит и не понял. Теперь он хоть такую теоретическую часть хочет сказать, перед тем как перейти к правилам, да, хотя мы уже тут с вами некоторые и взяли. Да, нужно... Да, то есть следует узнать про вот это ревая, да, в Коран, о котором мы будем изучать. Которые могут спросить, да, то есть многие из зрителей спросят, что это вообще за ревая Ворш? Какая разница между ревая Ворш и Хафс? Ну, уже мы увидели, да, разница с вами. Да, то есть хотя программа как бы изначально, да, тех кто читает, или как бы в основе, да, у них это ревая Ворш. Там есть те зрители, которые, да, в основе их первоначальное чтение, это Хафс. Хафс. Вот Хафс. И они хотят знать больше. И некоторые могут задаться вопросом, а какой основной ревая, а какой, так как бы, второстепенный, да, производный. Или в основе, это Хафса, кто хочет читать по ревая Ворш, это как бы нечувствия, или наоборот, Ворш это основа, а по Хафсу это как бы тоже можно. Ворш, Хафсу, который был сгорелью, а в Wizards стоит. И преодолел его всем ревая Ворш. Пророку, салу нашего салям, не снялся откровения. И он передавал его всем арабам. И когда я сказал, что Аллах приказывает тебе, чтобы ты читал Куран на одном хорфе Он говорит, что я прошу махфера, но ума она не сможет следовать этому Что к нему в следующий раз, сказал, что приказа дать читать на хорфейн, то есть на двух хорфах Он повторил то же самое, что ума не может этого не вытерпеть, не знаю, как, да, не может этому следовать Он говорит, что три хорфа, потом так и далее Он говорит, что Аллах приказывает тебе, что ты читал Куран на семи хорфа Он говорит, что ты читал на семи хорфа, то есть на семи хорфа Он говорит, что ты читал Куран на семи хорфа, то есть на семи хорфа То есть каждый, как бы не читал на этих хорфах, его чтение правильно То есть в основе нету такого чтения, которое сейчас дошло, которое бы считалось, что оно как бы основное чтение Как прародительница всех чтений, да, а как от нее исходящие производные, да Нету такого понятия, что это основное, а это производные чтения Все кроаты, да, они все верные, мутаватера, то есть в которых таватер, да, многочисленные текочки достоверных передатчиков Которые идут от пророка Слава Худеса То есть пророк Слава Худеса Свои хорфа учил Курану, так как он был миспослан имен То есть они не от пророка Слава Худеса Слава Худеса Слава Худеса Слава Худеса И он уже поколение Слава учил ему Слава Худеса Слава Худеса Т бьет Слава Худеса Слава Худеса И из студентов вот этого поколения Нافع بن عبد الرحمن Был Нافع Ибн أبي Нعين И Нافع читал 70 табеин То есть его учителями были 70 табеин То есть он читал 70 табеин Это его чтение Это в основе он взял от 70 табеин Которые в свою очередь читали табеин Да, это показывает его личность имама Нافع Он был имамом Ну как бы уже имамом В прямом смысле Он был имамом в мечети пророка 60 лет И как бы был Как учил Кур'ан Более 70 лет В основе То есть своего происхождения Он был из Асбахан Асбахан это как бы часть Ирана Асбахан не фарисе هو нафع Ибно Абдул-Рахман Это фарис То есть перс Ибно Абду Нعи Абду Нعи Абду Нعи من هذا Кан мовлен Ли Джавана Абду Нعи Ибн Шаг правило. У нас сюда Хватит 30 лет. В ТВ Асбхан Асбхан Фальси det Абон 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 Абонуайм. Абонуайм. То есть, его дед. Он был рабом. Абонуайс сады. Абонуайс сады. Абонуайс сады. И он благодаря ему принял ислам. Рузик Абдул-Рахман. Его был сын Абдул-Рахман. Абдул-Рахман родился сын Нафия. И поэтому, Субхана Аллахи العظим. Абдул-Рахман, Фарис, он был родом из Абдул-Рахман. То есть, Персия. Персом был. И он стал имамом в Медине. И люди передают Куран от него. Он был, по сути, не арабом. Это про то, что... Некоторые говорят, что не арабы. Трудно нам читать. Вот он тоже был марабом. И ученые множество молились за ним. Имам Малик, который мы знаем. Он был учеником. Мы знаем его как имам по фикху. Он был учеником Нафия. И он говорил, имам Малик, да? Он говорил, что кура имам Нафия – это сунна. Ну, то есть, как бы так, имея в виду, что это распространено. И таким образом переехало или как бы распространилось чтение имам Нафия. Благодаря ученикам имама Малик, да? Имам Малик, да? Имам Малик, да? То есть, он его... Ну, как бы это было в основе его чтения. То есть, он читал этим чтением. Так как Мазгаб Малик, да, он распространился, по сути, вот в Северную Африку, да? Вот эти страны. И вместе с этим Мазгабом это чтение распространилось, да? То есть, оно было в основе этого Мазгаба. И до сих пор, но там... И до сих пор, но там... И до сих пор, но там... То есть, одно поколение за другим, передавалось пока дошло до наших тренировок. То есть, есть многочисленные цепочки передачи, которые мы знаем. То есть, не только как бы чтецы, а в общем, мы видим это распространено, как бы в народе, да? Да, это чтецы. То есть, вот в этих странах, которые он подчислил, Тунис, Ливи... Ливи, Альжир... Муритания, Найгерия, والбелады и Африкины, которые находятся в Африкины. Субхан Аллахи, Аллахи. Ин шага Аллах, в следующий раз, мы поговорим о Ворш, и роваитах о Нафея. В следующий раз, еще, просьмого Ворша, да? Будет упоминаться. Акады о Нафея. И это Ворш. И это Ворш. Кто такой Азрак? И кто такой Азбхани? И кто такой Азбхани? То есть, там есть еще тарика Азбхани. И он фарку بينهما, حتى يكون عندنا тасовор, Ли Ивни Аллахи, Тебараку, Таалья. Настамع لهذه المشاركة من الوатсап. Сейчас чтение, которое прислали на ватсап. Послушаем. что мы говорим о том, что мы говорим о том, Субтитры создавал DimaTorzok Благодарит его за его участие, которое он прислал вот эту запись من المغرب وهذه التلاوة طيبة جدا وحسنة ما شاء الله لقوة إلا بالله وهي منضبطة بالأحكام إنها حديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بس شاكرا وإما أعطي الواو حقها من الفتح نحتاج إلى أن نعطي الواو حقها من الفتح ولا نخطفها كأن عندما سألت تمعت شاكرا وإما فتنبه لهذا أما ما عدا ذلك فيبدو أننا نستمع لقراءة أحد القراءة أظن أنك يا أخي الحبيب تحفظ إن لم يكن القرآن فتحفظ مقدارا كبيرا منه فأسأل الله أن يوفقك وينفعك وينفع بك وجزاك الله خير الجزاء إذن نأخذ هذا الفصل الآن ونعود إليكم بعده إن شاء الله تعالى لمتابعة هذه الحلقة فابقوا معنا حفظكم الله ورعاكم بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات على هذه المتابعة لهذه الحلقة من برنامجكم مقرأة الإمام نافع كما قلنا لكم سوف يكون إن شاء الله تعالى برنامجنا هذا أسبوعيا في مدة ساعة في كل أسبوع يوم الأحد في الساعة إلى عشر وخمسين واربعين دقيقين Он говорит о том когда эта программа идет и в течение часа Cأمسلا بطوطيتي ما تفهم وقمسانا بطوطيتي ما تفهم быстро хорошо начните кто с нами ваше задание те правила которые упоминались их себе выписать кто на чтение и эти все суры прочитать ну кто не на чтение тоже можете сами для себя да и почитать по тренироваться хотя бы в том вариант в той вариации чтения которая читала на уроках на уроке тут до шейх мазь то есть для для того чтобы ну то есть именно это лучше брать потому что есть правило которые связаны одно с другими если вы что-то поменяете нужно другое менять поэтому лучше здесь не ну как бы не не придумают ничего пока мы с ним берем других правил хорошо на этом если есть какие-то еще комментарии можете написать и будем на этом заканчивать если никаких вопросов нету вот если есть какие-то замечания предложения или еще что-то сколько будет эти уроки ну я думала где там их час ложимся но видите полтора часа вышло так вот может сократим пока нет вопросов понравилось хорошо если вопросов нету вафикум баракаллах ваикунна на этом закончим субхану каллаху маалдехамдехамдехашваду аля алянта астахфирку атубайлейку ассаляму алейкум ва рахматаллахи ва-баракетту а слиток�� garden стоп интересного не оно ва-зом а а а а нам Продолжение следует...